Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. У нас закончился турнир буквально 3 минуты назад. Ну что же, Лига Мастеров 1 звезда, как я и обещал, я здесь сохранился. И забираем наши награды. 8400 сюриков, морозильная кошка 40 ДНК, это все будет разбираться. 90 золотых оскоков и самое главное, платиновые осколки 55 штук. Ну что, друзья мои, да, настал тот самый момент, когда нам нужно повышать в платиновый ранг Рахзара. Хотя мне, честно говоря, хочется и Доника перевести, но многие именно про него проголосовали и поехали. Да, друзья мои, давно-давно он напрашивался и наконец-то он получил свой долгожданный фуллап. Да, все, отлично. Ну что же, еще пополнилась копилочка у нас с вами платиновым бойцом. Это Рокзарчик. Как провокатор он неплох. И, слушайте, ну у нас уже довольно много героев. Вот еще скоро переведем до Нателло, потом посмотрим, может быть, Ванюшу, Паукуса. А может быть, Змейка Вьюна. Может быть, Сплинтера как раз успеем накопить. Определимся уже в дальнейшем. Ну что же, осколки эти я разыграю позже. А наша главная, основная задача при первой серии, да, когда у нас начинается с вами новая неделька, именно игровая я имею ввиду. Мы приступаем с арены. Как видите, у меня откатиков вообще нету, поэтому все по чесноку сегодня будет. Леонардо нам здесь не поможет, хотя он, наверное, нам и не понадобится. Ну что же, Мэти, Олег и Джордж Луис. Тут, в принципе, не имеет разрешения, кого брать, потому что все на начальных уровнях одинаково дают нам кубков. Все зависит только от уровня, но уровень для нас не так страшен, потому что до 30-го левла вряд ли здесь мы кого-то увидим. Ну что же, поехали. У нас, как всегда, да, два Рокстеди и Би-Боп. И начинаем мы с Ванюши. Так, Ванюша валяется. Карайчика промахнулась. Так, упал Майки Фильм. И упала, соответственно, Карайка. Ну что же, неплохое начало. Надеюсь, такой темп мы с вами сохраним до конца игры сегодняшней. Поехали дальше смотреть, кто нам выпадет. Естественно, воин две звезды, как с куста, 70-я позиция. Не забывайте, ребята, где-то три минуты назад у нас был откат. То есть еще вот самые-самые свежие сливки только идут в игру. А мы уже с вами начинаем тут разбор полета. Так, Юки, Абдула и, опять же, какой-то Икленд. Ну, давай, наверное, возьмем... Тут без разницы, честно говоря, кого брать. Первые, наверное, 10 боев нам вообще не имеет значения, кто против нас будет стоять. Это уже где 30-е и 40-е. И там уже, да, стоит почесать голову, потому что напряженные моменты будут, как всегда. Я хочу сегодня никого не потерять. Надеюсь, у меня получится. Потому что обязательно хоть в какой-нибудь части, в определенном моменте, я обязательно кого-нибудь потеряю. На каком-то бое, обычно, который я недооцениваю. Да, я думаю, что я там смогу всех выиграть, но получается все как раз наоборот. Надеюсь, сейчас мы с вами таких ошибок больше не допустим. Так, ну что, второй бой у нас довольно удачно прошел. Переходим с вами на следующий. Сейчас мы с вами воин три звезды. Отлично. 81-я позиция. Так, Артем. Кто? Костриот. Костриот. И Джозеф. Уже, ребята, уже 22-е уровни. Ты представляешь? Ёп-поросетэ. Слушай, ну это... Это серьезно уже. Я еще не отыграл 30-ников, да? А уже 22-е уровни идут. Фух. Ну что же, давай посмотрим, кто кого. О, Джозеф. Да, Джозеф, по-моему, или как там. Там непонятно, как-то было написано, но что-то типа того. Давай бомбочку вначале бросим, как говорится, для проверочки. Ну, видите, да? Противник довольно сильный. Падать не собирается. Так быстро и легко. Поэтому будем потихонечку разбирать. Массовая атака от Рафаэля. Худич! Хм. Даже тут устояли. Ладно. Продолжаем нашу битву. Битву титанов. Брэдфорд упал. Рафик упал. И... Посмотрим. Да. Бибоб тоже у нас упал. Отлично. Так, я надеюсь, мы сейчас с вами перейдем на следующий ранг. Хотя, не знаю. Из воина. Да, мы перешли с вами в элиту. И 75-я позиция. Слушай, неплохо. Тедди. Ноунейм. И Матеус. Ну, я, наверное, возьму Матеуса. Уровень поменьше все-таки, да? Бронза уже серебро здесь вовсю гуляет. Давай возьмем Донни. Две штуки. Возьмем Рафаэля и Джастина. 30-е левлы. Против практически 30-х, да? Ну что, начнем, наверное, мы с вами... С Острозуба. Хэдыч. Вау, вау. Крепкий малый. А если так? Уголком экрана. Все равно стоит. Ну-ка, массовую атаку. Хэдыч. Отлично. Тут постепенный урон еще повис. Ну, естественно, естественно, Кирби будет делать отхил. Мы массовый плевок. Так, отлично. Ну что? Ага, Сюрики пускает. Добиваем Кирби. Дальше, наверное, мы беремся за Рафаэля. А ну-ка. И остается лишь Донателло здесь. Ты посмотри, какой он. Ну, я всегда говорил, что Донателло очень крепкий. Именно в плане защиты. Даже когда мы с вами делаем вертушку, при которой все падают. Я имею в виду вертушку Леонарда. Все практически падают. Донателло каким-то чуном все-таки выживает. Ну что? Элита две звезды. Неплохой сегодня у нас буст получается. Очень неплохой. Так. Марк, Александр и Ронита. Ну, я думаю, что возьмем, наверное, мы с вами Марка. И уже 29 уровень здесь. 29. А у нас? А у нас 33. Слушай, ну терпимо еще. Да? Пока терпимо. Я на всякий случай возьму для перестраховки доктора Рокула. Я не хочу, чтобы пошло все не так, как я хочу. И кого-то начали здесь нагибать. Хотя надо было, наверное, взять нам все-таки танкулю. Ладно, посмотрим. Первый у нас кто будет? Естественно, Мондагека. Мондагека первого, кого мы с вами будем бомбить. Чтобы он тут не врубил свое ускорение, да? Заблокировали. Ух. А ну-ка. Вызываем дух Они. Да что такое-то? Ну. Тут пощечина и помогла. Дальше нам нужно с вами, наверное, Криса Брэдфорда. В принципе, разбирать для чего. Не хочу, чтобы он сделал баф на контратаку. Так, а он все-таки, наверное, все-таки сделал, а? О-о-о-о. Тихо, 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 тихо. Да ну. Ай-ть. Друзья мои, это серьезная заявка. Это очень серьезная заявка. Оглушили. Надо, надо его, ребят, как-то гасить. Блин, неужели у нас опять потери пойдут сейчас, а? У нас с вами потери пойдут. Что это у нас? Так, психопузырь. Защищает союзников. На 50%. Давай, наверное, сделаем. Иначе, я боюсь, мы тут упадем с вами. Так, кто сейчас будет ходить? Донателло. Нам нужно с вами бомбить того, у кого нет контратаки, естественно. Воу-воу-воу-воу. Блин, друзья, по-моему, мы сейчас с вами потеряем одного из бойцов. Блин, как же... Ну, как так получилось, а? Ну, почему вот так вот все время у нас происходит? Хочешь как лучше, получается как всегда. Это что у нас такое? Так, давит интеллектом. Ну, дави. Раздавил. Молодец. Мне кажется, все-таки Донателлу мы потеряем с вами, потому что они... Да, они его пробили. Донни, Донни, ты слабое звено у нас. Вот что я тебе могу сказать. Да, в принципе, и Шинегами тоже здесь лобачка. Они бы захотели бы, ее разложили бы. Но каким образом, ты понимаешь? Каким образом? 24-й уровень мог, блин, наказать мне 34-й уровень. Ну, ладно, фиг с ним, 28-й, да? 28-й уровень? 28-й, 27-й, ну да. Ну, все равно, ну как это может быть? Твою же маковку, а, ребят? Ну, это трындец. Опять все настроение на смарку. Ладно, я не буду отчаиваться. Я не буду грустить. Я буду мстить. Дмитрий, Андрей и Милен. Ведь я так и чувствовал, что надо брать еще кого-нибудь посильнее. Взял Роквелл зачем-то, блин. Очень мне, конечно, Роквелл помог. Я ничего не могу в этом сказать. Ну что, поехали, друзья мои. 40-е уровни у нас уже, как говорится, начали приступать к бою. 40-е уровни. Давай начнем с массовых атак. Там хил есть? Кирби, по-моему, хилер. Не знаю, успеет ли он тут хильнуть кого-нибудь. Будем его бомбить. Так, уничтожаем к ядрине фени, чтобы он тут не летал. Так. Монда Гека делает ускорение всей команде. А мы сделаем вот так вот. Осколочки запрыгнем. Угу. Крис Брэдфорд упал. Отлично. Слушай, ну, мне нравится кожеголовый. У него вот эта вот массовая атака идеальная просто, да? Когда он кубарем катится и уничтожает всех на своем пути. Прокачать бы еще, конечно, ему не помешало. Ну, что же, мы с вами в элите 3 звезды. Тут уже и до самураев недолго. Так, Лазар. Ладно, давай посмотрим по кубкам. Они все абсолютно одинаковые. Возьмем, наверное, мы с вами Владислава. Потому что здесь очень много бронзовых персонажей. Соответственно, для нас это золотая жила. Так, давай Кейси Джонса забираем. Возьмем Дони. Острозуб обязательно нам здесь нужен. И к северу Монтеса. Да, в принципе, какая разница. Пускай к северу Монтеса будет. Он 41 уровня, да? Плюс его ножи и бабочки должны нам помочь. И не забывайте, что у нас есть таунт здесь. Как раз это Острозуб. Поехали. Достаем ножички. Так, неплохо он бомбанул. Теперь баллончик от Кейси. Так, меткость только понизил, да? Ух ты, что делает, а? Еще хиляет. Блин. Ладно, ребята. Не будем расстраиваться. Давай, наверное, мы с тобой сделаем... ...массовую атаку. Ух, постепенно урон повесили. Нам тоже как бы в ответку. Но мы с тобой, знаешь что, сделаем провокацию. Острозуб у меня встает в стоечку. Так, дальше. Опять ускоряет. Ладно. Я думаю, Острозуб здесь выстоит. Так, повышает атаку. Добиваем? Нет, не добиваем, ребят. Не добиваем. Ну, давай бросим бомбочку. Шайбу. Так. Стой, стой, стой. Не падай. Так, постепенно урон потихонечку бомбит моего Дони. Давай вот эту штуку бросим. А? Хорошо-то как. Пиццелица молодец. Бросил большую плюшку, да? И она сделала массовый урон. От которого практически все упали. Ну, а мы с вами продвигаемся. Давай посмотрим, куда мы переместимся. Уже в самураях. Уже в самураях. Одна звезда. 66-я позиция. Так что, ребята, все у нас довольно хорошо. Конечно, немножко обидно, что мы проиграли. Один бой. Так, Алекс. Давай-ка с Алексом подеремся. Кстати, не забывайте, что уже пошли 42-е уровни у врага. А у меня еще до сих пор ее парсоте. Слушай, подожди. Мне нужно взять какого-то хорошего такого бойца. Пауку, Саня, наверное, возьму здесь. И вместе с Пуку сам пускай будет Шреддер. Мне сейчас нужно отыграть 40-х воинов, да? А мы сейчас с вами будем идти дальше. И, соответственно, противник будет все сильнее и сильнее. Так что, не знаю, как у нас получится. Так, давай, наверное, сделаем с тобой массовую атаку от Шреддера. Посмотрим, насколько хорошо пройдет. Очень хорошо. И поджег. Так, меткость понизили. Ну, давай плевок сделаем. Не будем тут массовую атаку делать. Не имеет, в принципе, никакой разницы. Отлично. Здесь идеальная победа. Все хорошо справились. И двигаемся дальше. Самурай 2 звезды, потом 3. Потом будут Сёгуны. Так, 97-я позиция. Здесь нам придется с вами 2 боя сделать, чтобы перейти, наверное, в Лигу Самураев. 3 звезды. Скорее всего, так. Так, Роман, Лиза и Владислав опять. Возьму-ка я, наверное, здесь Лизу. Я возьму Лизу. Тут у них 41 уровень. Это максимальный. В принципе, меня устраивает такой расклад. 1, 2, 3, 4. И возьмем, наверное, с тобой Леонардо. Ролевой. Почему именно его? Что он у нас встанет в провокацию, если что. Если пойдет как-то не так у нас. Потому что Мотогеноид здесь слабое звено у нас. И тем более у него инициатива большая. Смотри. Так, ну что, давай сделаем вот так вот. Ох ты, Супер Шредер. Неплохо бомбанул. Теперь, наверное, добьем. Отлично. Так, теперь обязательно массовая атака от нашего Крэнга-малышки. Теперь волну сделаем. Блин, да что ж такое-то? Смотри, а. Да нет, 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 нет. Какой отхил. Какой отхил. Блин, я так и думал, что начнут сейчас разбирать мне Мотогеноида. Начнут сейчас его бомбить. Так, еще и защиту понизят, да? Так, ну-ка давай добьем. Угу. Добили, елки-палки. Аж 20 раз. Так, а что это у нас такое, ребята? Ага, ага. Прикольно, мне нравится, что он делает так. Ну что, придется нам брать провокацию, если хотим, чтобы Мотогеноид наш остался в живых. Потому что они сейчас возьмутся именно за него. А ну-ка. На-ка. Слизью. И падает, нет, падает. Ну что же, неплохо. Как же я хочу прокачать его по полной программе. В принципе, и Крэнга я тоже хочу прокачать. Вот Супершреддер и Крэнга. Такая вот у меня идея есть. Ну что же, давай посмотрим, куда нас переместят. Ну, как я тебе и говорил, нам надо будет два боя здесь сделать. Так, Нонейм, Нассер и Шейн. Покупкам рулит у нас Нонейм и Шейн. Давай Шейна я возьму. Тут какой? 41 максимальный. Так, у нас тут никого больше не осталось? Нет, не осталось. Ну что же, давай, наверное, возьмем вот так вот. И кого-нибудь не надо мне. Рокстеди. Вот, я лучше возьму нашего Крипа. Он, по крайней мере, может и провокатором быть, и в то же время отнимать здоровье. Противников. Так, давай, поехали. Массовая атака. Но она слабенькая. Тыч, очень слабенькая. Так, в наших интересах забомбить, в принципе, в первую очередь, морзильную кошку. Давай-ка повысим себе атаку. И вызываем дурачков. Это Бибоб и Рокстеди из другого измерения. Так, морзильную кошку мы накрыли. И этого я ей, в принципе, и хотел. Так, Майкер Ролевой непонятно, что сделал. Для чего? Так, массовая атака Донателла. Понизил он мне, ребята, меткость. Ну-ка, давай-ка попробуем. Минус Дони. Промахнулись вообще. Хм. Еще делают защиту на себя. Ну-ка, давай бросим этот грибок. Космический. Ага. Отлично. Тут мы промахнулись. Шреддер. Тоже промахивается. Вот что значит понизить меткость, друзья мои. А ну-ка, если так. Блин, господи. Промахиваемся и все здесь. А давай тогда знаешь, что сделаем? Провокацию. Сработало только лишь на Майкера Левом. Так, защиту понизили. Ой, атаку. А пробить до сих пор не могу. Ну, а сейчас. Постепенно урон. Ну, ему крышка Майки этому. Так, остается у нас Донателла здесь. Да что такое? Что это за... Промахи одни идут и все. И хоть ты тут тресни. Он 39 уровень. Почему мы промахиваемся? Я вот не пойму этого. Отлично. Наконец-то подбили. Там не было, ребята, у нас понижения меткости. Вот в последних трех ударах. И мы все равно с вами промахивались. Что за дела? Не знаю. Ну что, Лига Самураев нас ждет. Третья, да? 82 место у нас. Поехали. Владислав, Алекс. Владислав, Алекс. И так, я по уровню смотрю. Я возьму, наверное, здесь Алекса. Много серебряных бойцов. Так что... И уровень здесь максимальный 45. Раз, два, три. Два Рокстеди. Плюс Куна Ичи здесь у нас будет. И возьму я сюда, на всякий случай, лучше Сплинтера. Не знаю, почему Сплинтера. Сплинтер, он вроде бы и не провокатор, но он может заблокировать способности врагу. Давай проверим. Так, вначале пробафаемся. Каждый получает определенный баф. И у нас вот на крит и на атаку. В принципе, неплохо, друзья. Давай-ка Криса Брэдфорда. Ать, не уничтожили. А если веером? Понизили скорость. Все равно он успел, да? Успел контратаку на троих повесить. Блин, то плохо. Но сейчас мы его уничтожим. Эй, 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 эй. Твою же налево, ребята. Я продинамил вспышку. Да что ты? Как они вот это вот все делают? Я не понимаю. Опять мы с вами потеряли одного бойца, блин. Рокстеди. Который, в принципе, должен был у меня танком быть. Они его распечатали. Тут это непредсказуемые просто какие-то бои. Ты посмотри, как они... Ну, что это такое, ребят? Ну, сейчас он упадет, да? Он сорок четвертого уровня. С двух ударов он мне положил, извини меня, Рокстеди, который был сорок пятого. Сейчас еще и Кунаичи положат мне. Ты прикинь? А они так и сделают. Вот это вот фейл в данный момент. Сплинтер. Короче, друзья, я вот в следующий раз, когда буду играть, именно в новую неделю. Я, наверное, буду на одного слабого персонажа брать трех сильных. Вот только таким образом я, наверное, смогу здесь как-то... Ну, что это за дело? Ну, посмотри, один сплинтер остался. Только лишь трындец, доигрались мы с вами. Ну, что сейчас? Мы не перейдем с вами. Нам придется еще здесь, наверное, сделать пару боев, чтобы перескочить. Да, жесть. Для меня это, конечно, вообще расстройство. Вот как только я говорю, ляпну, да? Что пройдем мы с вами идеально. Вот как вот специально. Вот игра как будто вот знает, что нихрена тебе не светит, типа, да? И начинает всячески мне подлить. И у нее это получается. Да, у нее это получается. А вот взять Рокзара здесь надо было, да? И все. В принципе, одного Рокзара здесь было бы нам за глаза. Никто бы не упал. Я бы многое не потерял бы, конечно, да? Но и... Посмотри, берем провокацию и все. Он в платиновом ранге. Ему сейчас по барабану. Конечно, вот... Что здесь есть массовики-затейники в роли Шреддера. Ну, Шреддер уже упал. И в роли... Бакстера Стокмана. Это, конечно, напрягает. Все, мы его ушатали. Так. Ускоряемся и... Да ладно, иммунитет тебе здесь не нужен, парень. Поверь мне. Вот смотри, я взял Рокзара. И у меня впечатление такое складывается, что моя команда просто одушевилась. Понимаешь? Вот Рокзар встал в провокацию и все начинают почему-то бомбить. Причем пробафаны капитально. От кого столько бафов мы получили? Скажи-ка мне. От кого? От Монда Гека? Сомневаюсь. Монда Гека только на ускорение, по-моему, бафает, если не ошибаюсь. Откуда у нас столько всяких положительных эффектов? Обалдеть просто-напросто. Вот и все. Ребят, вот идеальная победа. Несмотря на то, что враг был практически нашего уровня, никто не пострадал. Все пару раз прописали, да, по Рокзару. Никто ничего ему не сделал. И все. Да, ладно. Давай дальше продолжать. Что ж поделаешь. Так, Виталий, Тоня и Сережка. Давай-ка возьмем... Возьмемся за Виталия. Раз, два, три. Раз, два, три. Возьмем здесь Железноголового, да, и... И Хана. Я думаю, что этого будет достаточно. Если даже Железноголовый не встанет у меня в провокацию, то он просто забомбит их всех к ядре и не фене, потому что мы сейчас понизим еще защиту им. И смотри, как это все будет выглядеть. Ну, я немножко больше ожидал. Ну, ладно, и так сойдет. В любом случае, они уже не жильцы, ты понимаешь, да? Минус и минус. Я просто думал, что Железноголовый сможет при пониженной защите у врагов сразу их бомбануть вот одним залпом. Но немножко не выгорело. Ладно, ничего страшного. Главное, что никто не погиб. И мы с вами перешли на Сегуны. У нас рекорд был Сегун 2 звезды. Так что будем, наверное, рекорд пытаться бить наш. Итак, Голубев, Залтан и Владимир. Ну, я, наверное, возьму Голубева. Голубева возьмем. Хотя вряд ли мы с вами перейдем, потому что у меня персонажей все меньше, меньше и меньше. Так, 52 уровень. Здесь нам с тобой нужно, знаешь, что сделать? Взять Усаги. Почему Усаги? Потому что он будет сейчас ходить первым. Естественно, он сделает свой суперудар с возможностью повесить крит-урон. Точнее, постепенный урон. Давай, смотри, что у нас происходит. Вот он делает тоже свою супервертушку. Ну, вы увидите результат. И Шархан, наверное, добьет. Нет. А если вот так вот? А вот так, если? Все. Что и требовалось доказать. У нас еще Леонардо есть, да? Да? Со своей супервертушкой. Ну, вот я тебе скажу одно. Мы вот сейчас с вами бустуем, да? Продвигаемся. Буквально через 3-4 часа зайдешь, и мы с вами уже не в Сёгунах, а где-нибудь в Самураях на одной звезде сидим. Тут, да, тут очень быстро тебя сбрасывают. Очень быстро. Так что... Клаудио. Давай, наверное, Клаудио возьмем. Просто единственное, что чем выше мы с вами поднимемся, да, тем меньше шансов, что мы окажемся в низком ранге. Вот так вот, наверное, я сделаю. И возьмем... Не надо мне этого Армагона я возьму. Посмотрим. Сейчас Армагон должен своим астероидом, в принципе, зарядить, и они должны посыпаться здесь. Ну, давай проверим. Да, елки-палки, они опять первыми ходят. Да что ты будешь делать, а? У них хил есть? Я что-то как-то не обратил внимания. То сейчас... Хила... Ага, у них хил майки. Хил у них майки. Не ролевой, конечно же. А вот этот вот. Поэтому нам нужно... Попадем ли мы? Так, а если я сделаю вот таким ударом? Умоляю. Что, специально, что ли, промахнулся? Так, упал. А если мы пулеметную дробь? Ну, неплохо, неплохо. Вы видели глаза у Ваньки, когда он стрелял из автомата? Просто по три рубля, да еще тем более из орбит вылазит. Так, ну что? Сегуны. Две звезды. Ну, в три звезды вряд ли мы с вами перейдем. Не хватит бойцов у нас. Так, абсолютно все одинаковые. Ну, давай возьмем вот этого вот. Да? Джайден. Джайден. Ну, вот так вот. Многие спрашивали, Рэй, а ты будешь когда-нибудь снимать файтинги? Друзья мои, ну, я собираюсь файтинги снимать. Но, правда, на своем втором канале у меня очень много игр купленных. Так, причем давным-давно, да. Мортал Комбат десятый, одиннадцатый. Что у меня там еще есть? Инжастис я не брал, не покупал. Но есть у меня стритфайтер последний. Так, что там еще у нас? Из боевиков, из драк. Так, по-моему, и все. Три игры. Мортал Комбат десятая, одиннадцатая, да. Со всеми героями. Кстати, десятая тоже со всеми DLC. И стритфайтер. Так что, возможно, скоро-скоро мы будем с вами. Ну, видите, тут запара полнейшая идет. Я играю в три игры на ПК. Помимо того, что мне еще нужно для вас выкладывать контент именно по андроид-играм. Это Doom Eternal. Потом у меня еще идет State of Decay. Вторая часть. Прохожу ее. И что-то еще, если буду брать. Там у меня еще Indivisible висит до сих пор. Надо тоже как-то с ним решить все дела. И как бы еще, если мы будем что-то брать новенькое. А! Хекс тоже висит. У меня три серии уже сделаны. И все, не могу никак до них добраться. И хочу, знаете, ребята, продолжить игру Sunset Overdrive. По-моему, так она называется. Ну, вы поняли, да? Про парня Сэма, который дерется против этих мутантов. Которые опились энергетиков. Так, ладно, Сержио, Хотем. Ну, тут, в принципе, никакой разницы нет. Вот, если только этого взять. Он послабее. И у нас с вами последние персонажи. По-моему, больше... Да, это получается у нас с вами последний бой. Больше никого, к сожалению, нет. Тут можно было бы, в принципе, любого взять. Эта команда, конечно, вырулит абсолютно всех. На данный момент. Зачем это уклонение сейчас нужно было? Я не понимаю. Давай, бросаем бомбочку. Угу. Ёлки! Я же хотел... Я хотел массовую атаку сделать. Ну, чш... Так, отхиливаешься? Угу. Причем все здоровье восстанавливаю практически всем. Ладно, парень. Ты сам напросился. Волна. Хуч. Ну-ка, Майки. Получи свое. И Леофильм падает. Ну, все, ребят, тут идеально. Тут ничего не скажешь. Ну, такая команда, конечно же. Так, и мы посмотрим, куда мы с вами переместимся. Ну, где-то будет позиция, наверное, сороковая, судя по всему. Ну, какая нафиг сороковая? Ребят, по-моему, сегодня мы поставили с вами рекорд. Лига Сегунов 3 звезды. Я вот не помню. Мы в первый раз вроде бы как добираемся с вами. Пускай даже и 91 место. Но главное, что вот быстро с вами прошли. А если бы мы не сфейлили с вами два боя, то мы где-то были бы на ранге 50. Это как минимум. А ты прикинь, когда-нибудь мы с вами сможем проходить до мастера. Прикинь, вот с первого буста до мастера. Ну, для этого нам нужно, конечно же, прокачивать наших слабых персонажей. Ну, что? Хотел за кадром сделать эти осколки. Давайте быстренько пробежимся. Набьем. Сколько нам нужно серебряных осколков получить, чтобы прапать кого-нибудь в золотой ранг? Надо посмотреть, сколько нам не хватает. Здесь мы получаем сколько с тобой? 8 осколков, да? И плюс еще 16. 24, да? Серебряных осколков и 24 золотых. В принципе, неплохо. Так, давай. 8 осколков в карман. Испытания у нас какие будут на этой неделе? Сила природы, насколько я помню. И что-то еще. Что-то там смятение или что-то? Сейчас мы глянем все это с вами. Посмотрим. Освежим память. Потому что буквально, наверное, часа 3 назад я заглядывал. Еще как раз неделя еще не откатилась. Снимал наше, как говорится, ускорение. Думал, набьем побольше с вами ранга и останемся. Конечно, внутри, в глубине души, я думал, мы с вами каким-то чудом перейдем все-таки в мастер 2 звезды. Но потом уже понял, что это нереально. На самом деле нереально. Потому что сильный враг пошел. У меня очень мало героев. Деньги я не стал тратить. Можно было бы, конечно, еще купить там 10 откатов. Как-то выкрутиться. Но все-таки не рискнул. Не стал тратить. Так, что тут Баксер Стокман выдерживаться? Я не могу понять. Ну-ка, давай, пробиваем его. Хыч! Упал. Ну и переходим на последний с вами бой. Заключительный, где получим 16 золотых осколков. Которые нам, конечно же, нужны и пригодятся в дальнейшем. Так, давай-ка. Поехали. У нас уже в магазине с вами откат произошел. Мы сейчас с вами откроем еще колоду. Так. Ну что, вот здесь надо начинать, ребята, знаете, с чего? Ой, успеем ли? Слушай, успеем. С уклонения. Потому что он начнет свою волну запускать, да? Вешать постепенный урон. А тут вот так вот у нас должно выйти все. Воу. Слушай, он не желез, по-моему. Он еще и промахнулся. Волна, как видите, ребята, на нас постепенно. Урон не повесил. Потому что мы с вами были в этот момент под уклонением. И добиваем. Погоди-ка, что-то добивка как-то не срабатывает. Тихо. Да ты достал-то уже всяких тут маузеров. Воу. Ты прикинь, я, честно говоря, хотел, чтобы Майки у меня выжил, но он маузерами нас добил. Но это уже не имеет значения. Имеет значение только одно, что мы с вами получаем эти 16 золотых осколков. И все. Вот это имеет значение. А остальное ничего. Так. Так, заходим в магазин. Открываем с вами колоду. Мутаген, пропуски, 32 пиццы, 75 сюрикенов и 5 бакинских. Все. Так, задание у нас выполнено здесь в магазине. Давай посмотрим, что-нибудь есть. Нету? Воу. Слушай, мы можем с тобой взять еще 5 ДНК на Рокстаде. Я так и сделаю. По жетонам. Ну, тут все плохо. 32 всего лишь монетки у нас ПВП. По этим у нас, по жетончикам. 445. Ну, это мало, ребят. Естественно, нам ни на кого не хватит. Эх, бойцы невидимого фронта. Когда же мы с вами откроем-то его, а? Мне он нужен. Мне этот персонаж нужен. Это первый, да? А второй, кто у нас там? Кого нам не хватает? Рафаэля, по-моему, да? Не хватает нам. Подожди, или не Рафаэля. А кого нам не хватает-то? Я знаю, что Леонардо нам нужен. И, а, Микеланджело. Всего лишь 5 ДНК, господи. Так, где у нас, кстати, морозильная кошка. У нее очень много ДНК, которую мы можем с вами разобрать. Ага, вот она. Давай, 2 800 сюрикенов мы получаем. Это маловато, на самом деле. И вроде бы все. В испытаниях у нас, помимо силы природы, будут сцены насилия. Сцены насилия. Слушай, ну неплохо. Здесь у нас будут оригиналы. Тут у нас будет... В принципе, нам нужны только черепашки оригиналой. Все. Кстати, дай-ка я гляну, кого нам там дадут. Ох, имбу. Практически вся имба в сборе. Соответственно, мы с вами здесь это испытание должны будем пройти полностью. Давай посмотрим, что у нас на силе природы. Так, шреддер нам нужен будет ДНК. Вот майки здесь как раз, которые нам нужен. Слушай, а мы можем с вами пройти это испытание и пофармить на Микеланджело ДНК. И возможно, мы на этой неделе его прапаем. Точнее, не прапаем, а откроем даже. Вот так вот скажем. Кстати, тут еще и Лео. Лео видение. Тоже можно будет поискать на него ДНК. В общем, интересная неделя у нас должна намечаться. Но, правда, я выхожу через пару дней на работу. Так что, ребята, я вам уже объяснял, что с видосиками немножко будет сложновато. То есть, я буду работать и в свободное время, которое у меня будет появляться, записывать вам видосики. Не в ущерб себе, но и вам, конечно же. Так что, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно увидимся в следующей серии. и продолжим играть в эту игру. Так что, до скорого и удачи вам.